Несколько трейлеров седьмого сезона, новый нож, новое оружие и агенты, обо всем этом мы сегодня с вами поговорим. Ну а последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь. Лично мне не повезло и выпуло цифра 6, а что выпуло тебе? Прямо сейчас ставь лайк и пиши в комментариях. Ребята, всем привет! И сегодня в данном видеоролике мы с вами поговорим про трейлеры седьмого сезона. Я вам расскажу, сколько их будет, что там будет, а также, что будет в самом обновлении 0.28.0. Также мы сегодня немножко затронем тему шарбокса и кейса, и я вам расскажу, что с ними нужно делать для поднятия голды. Ну а перед началом ролика я устраиваю конкурс на данный АКР. Для участия тебе просто нужно поставить лайк, подписаться на мой ютуб канал с колокольчиком, а также подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании. В нем участвует очень мало человек, поэтому шанс на победу безумно большой. Ну а теперь давайте приступать к видеоролику. Берите с собой все самое вкусное и приятного вам просмотра. Ну а на джи-джи сэндов уже появилось волшебное обновление. Забирай мой промокод, который подарит тебе плюс 20% к депозиту. Для этого выбирай удобный способ оплаты и вводи мой промокод. После пополнения обязательно залетай в лавку оливандера и обменивай галеоны на крутой приз. Чем больше обменяешь, тем круче и дороже получишь скин. А также открывай ивентовые кейсы, получай энергию и сражайся с волан-демортом. Ну а специально для тебя у меня есть промокод на бесплатный кейс. Обязательно крути его и получай годные скины. Выполняй задания Ордена и покори топ. Чем больше заданий, тем больше голды. Итак, дорогие друзья, на днях вышел тизер с представлением персонажа Адам. Сам по себе трейлер получился не таким уж и крутым. И об этом говорят не только я, но и многие другие игроки и ютуберы. В данном тизере не было показано практически ничего, за исключением предыстории персонажа Адам. Но совсем недавно разработчики нашей игры в своем телеграм-канале выкатили пост с данной картинкой. Кому интересно, можете нажать на паузу и прочитать, что здесь написано. Но как по мне, самое главное на этой картинке это следующие страницы, на которых написано Цезарь и Виктор. И это уже многих, как собственно и меня, натолкнуло на мысль, что у седьмого сезона будет уже не один трейлер, а сразу три или же даже четыре. Потому что первый будет называться Адам. И кстати, именно для этого и подписали его название. После чего будет второй с названием Цезарь. И там тоже будет предыстория этого нового персонажа. Третьим будет называться Виктор. И там тоже покажут минутную предысторию данного персонажа. Ну а после чего, лично по моему мнению, будет четвертый трейлер, где нам покажут всех этих персонажей вместе. То есть Цезарь, Виктор, Адам и Бехолдер вместе. А также уже там нам покажут новые скины, стикеры, а также реворк или же новую карту. Ну а что же по поводу нового оружия или же просто нового ножа? Здесь все очень просто. Я с уверенностью и гарантией 100% говорю вам, что они все же появятся в новом седьмом сезоне. Ведь тот же самый ютубер Веля в своем телеграм-канале постил сообщение с надписью Nameless. И в это же время Бехолдер в своем телеграм-канале выпустил пост, где было в переводе написано «Новый нож». И до этого сообщения он постил сообщение с надписью «Новое оружие». Пока что неизвестно, что именно это будет. Но по моим догадкам, это будет новое оружие Ас Вау. На которое уже сделали концепт группа Хаува. И выглядит он очень сочно. И либо новый нож будет в коллекции Nameless, либо же новое оружие в этой коллекции появится. Пока что это опять же неизвестно. По моим соображениям, нам в игру могут добавить один из названных ножей. А именно, либо Охотничий нож, либо Наваху. Ну или же третий вариант, к чему я больше всего склоняюсь. Это нож-скелетон, на который я уже подготовил два концепта. Пишите в комментариях, как они вам. Про Шарп-коллекцию сейчас будет долгий разговор. Но кому интересно, можете послушать. Как разработчики и говорили, 1 марта его бокс и кейс вышли на рынок. И цены меня просто поразили. Ведь бокс уже стоит более трех голды. И это на самом деле очень много для него. Ведь на продаже их уже более 800 тысяч предложений. И как бы этим событием, разработчики могут в будущие несколько дней полностью испортить экономику нашей игры. Ведь если подумать головой, у нас в игре бокс стоит 100 серебра. А 100 серебра конвертируется в 10 голды. Но зачем нам покупать боксы из магазина за 10 голды, когда мы можем купить бокс с рынка за 3-4 голды. Это очень тупо и в скором времени я вам просто гарантирую, что комонки, анкомонки и рарки из этой коллекции спустятся в цене минимум в 2, а то и в 3 и более раза. Ну а по поводу кейса тут все нормально. И пока что его стоимость вполне адекватная. Как это было и с прошлыми кейсами, вышедшими на рынок, допустим, Риво, Фуриус Ориджин и так далее. Ну а что же по поводу выхода самого обновления седьмого сезона, а также его даты выхода. Лично по моим соображениям нам стоит его ожидать примерно через 10-15 дней. Ведь осталось еще 2-3 трейлера, после чего будет обзор новых карт или же обзор реворка карты, а после чего и само обновление и его обзор на официальном ютуб канале разработчиков. То есть если так это и будет, само обновление выйдет примерно в 15-20 числах марта. Друзья, ну а на этом наш видеоролик подошел к концу. Не забывайте про лайк и подписку на мой ютуб канал с колокольчиком, а также про розыгрыш данного АКР в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Также в этом телеграм-канале я уже сегодня начинаю палить новые скины из обновления, поэтому быстрее беги и смотри на них. Ну а если именно ты досмотрел ролик до данного момента, то напиши в комментариях новый сезон уже готов и к этому предложению добавь свой игровой айди от аккаунтов Standof2. И спамят о сообщении 100 и более раз в комментариях под данным видеороликом, ведь среди вас я выберу несколько комментаторов и положу им по 500 голды на аккаунт. Чем больше комментариев, тем больше именно у тебя будет шанс на победу. Ну а на этом все, всем удачи и всем пока.